Дружба собаки и человека Началась еще в каменном веке Наши предки не стали исключением Ведя кочевой образ жизни и занимаясь скотоводством Их собака должна была соответствовать образу жизни хозяина Так появилась калмыцкая пастушья собака Признанная пасти и охранять скот Выпускайте Видите, какая хорошая Прям леди-леди Калмыцкая пастушья собака Выведена методом народной селекции На обширных просторах Джунгарии В ней течет кровь древнейших собак Тибета и Монголии Барыг были добродушны к детям и хозяевам И непримиримы к волкам и диким животным Там, где находились эти собаки Оттуда уходили волки Услышав их запах и рыб С калмыцкого барыг означает Сторожевой пес волкодав По описанию эти собаки были четырехглазы То есть имели две точки светло-коричневого цвета над глазами И имели способность видеть духов У нее крепкое телосложение Массивный костяк Развитая мускулатура Эти четвероногие обладают длинной густой шерстью Которая на загнутом немного вверх хвосте Опускается щеткой Калмыкии собак разводили до 1943 года Но после депортации калмыцкого народа Эта порода была практически утеряна В начале войны Частично скот с калмыцких земель Отгоняли в Казахстан Чтобы они не достались немцам Вместе с ними ушла и какая-то часть собак С приходом советской власти Калмыкии утратили кочевое хозяйство И надобность таком помощники По большому счету отпала И только с 90-х годов 20-го века Учеными и животноводами Калмыкии Была начата кропотливая многолетняя работа По восстановлению генофонда калмыцкой собаки В Калмыкии здесь на кошарах заводят собак Они очень хорошо работают Вообще для наших условий Они идеальные собаки Именно на кошаре если держать Ну собаки они стайные Поэтому нужно держать их в небольшой стае Четыре-пять собак Очень хорошо работают по диким животным Лисы, корсаки, волки, шакалы Вот на кошару не подпускают Самое главное для банхаров Вообще для любого животного Это любить нужны животные И если берете собаку на кошару Нужно с самого щенячего возраста заниматься Поэтому когда они вырастают в хозяйстве И все вот это хозяйство Там овцы будь то, коровы, птицы или что-то Это все их стая Они начинают ее охранять Я никогда трогать ее сами не буду Сами по всей они не агрессивные Агрессии у них чрезмерной нет на людей Но насторожены То есть тоже тут как бы Нельзя себе позволить с ней всякое Там, да, вольности Нужно вот хозяин, чтобы был вот именно вожаком Для нее Потому что если, как говорится Упустить этот момент То будет тяжело уже влиять на нее Когда она уже вырастет собака Понимают они абсолютно все Единственное, вот говорить не могут А так вот прям все понимают И иногда даже удивляешься Когда вот просто разговариваешь Они все так хорошо понимают А в основном они, конечно, даже не пастуши А охранные собаки Приатарные Они территорию очень хорошо охраняют В еде они очень неприхотливые собаки В принципе Едят не так много Как вот в сравнении с немецкими овчарками Или с кавказами Там нужно ведрами кормить А тут достаточно они Немного если поедят Могут оставить И не едят Потом потихоньку едят И они никогда не худеют А так сами собаки у них Запаха псины нет Они не воняют вообще И щенится один раз в год Только осенью гуляют И зимой только щенится Подшерсток Вот именно такой Что вот пот не выделяется И сами по себе Например, если собаку держать в кошаре С овцами Она воняет прям запахом овец Шерстью Шерстью овец воняет Сеноваль, если держишь ее Если она там живет в Сеновале Она прям сеном пахнет То есть она принимает запах В той территории, где она находится Это тоже, наверное, ее особенность В борьбе с волками Чтобы у нее какой-то свой запах Они не боятся волков Они, если запах почуют или что-то Они начинают лаять Поднимают шум на кошаре Соответственно, волк туда не пойдет Потому что там шумно Он пойдет на ту кошарь, где тихо Где собаки тихо молчат Они же некоторые собаки Когда чуют запах волка Они наоборот Дворняжки, обычно Дворняжки, там, бывают и породистые собаки Они от страха могут там спрятаться Где их не видно, не слышно У них отсутствует, да, вот, страх Они начинают, наоборот, шум поднимать Лаять на кошаре И тогда волк туда не идет Собака верный и преданный друг Которая никогда не посмеется и не предаст И самое главное Она понимает настроение человека И всячески пытается его улучшить Несмотря на то, что у нее всего четыре лапы и хвост И она не умеет говорить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова